В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Виктора Ларионова прошел спортивный праздник Весна с ГТО. На старт вышли 140 сотрудников органов исполнительной власти и представителей региональных средств массовой информации. Главный организатор состязания Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области подготовила несколько сюрпризов. Первый победитель определился уже в начале праздника. Заместитель министра спорта Иван Колесник вручил специальный приз самой многочисленной команде. Он достался сборной Министерства экономики. У нас этот год это 90 лет комплексу ГТО. Это в принципе большой спортивный праздник для всей страны, который проходит на протяжении всего календарного года. Сегодня у нас мероприятие для органов исполнительной власти. Это просто отлично, что смогли ребята, которые работают в кабинетах, в основном с документами, с гражданами, прийти, отвлечься, попробовать свои силы в различных физкультурных комплексах, которые обязательны к выполнению для ГТО. Вторая мотивирующая новинка – электронный тир. Возможность стрельбы с помощью современных технологий резко повысила интерес участникам. Передовые инновации улучшили освоение и тренировку базовых навыков. Здесь отрабатывается и точность, это электронная стрельба, проще навык приобрести. И вообще я с удовольствием пришла на ГТО и надеюсь в следующий раз получится более точнее и быстрее. Задора настойчивость в классических видах программы – прыжках с места, беге на короткую дистанцию, плавании. Начальник главного управления контрактной системы Омской области Наталья Дохват показала высокий результат в поднимании туловища из положения лежа. Занимаюсь йогой, а упражнения на самом деле очень полезные, особенно для женщин. То есть поддерживать форму животика – это очень важно. Когда у нас подтянут живот, у нас правильное дыхание и вообще общий тонус организма, он всегда поддерживается. Министр природных ресурсов региона Илья Лобов отличился в подтягивании на перекладине. Подтягивание действительно базовое, работает огромное количество мышц. Естественно спина – это тот каркас, который держит все наше тело, руки, координация движений. Абсолютно точно развивается внутренний креатив, абсолютно точно поддерживается здоровье. Но абсолютно точно вырабатывается энергия для того, чтобы были силы на жизнь, на то, чем хочется заниматься. Максимальная самоотдача в заключительном виде программы – беги на длинную дистанцию. Отличные эмоции на финише, мощный заряд энергии и желание улучшать свои результаты. Эмоции положительные. Прежде всего семейный праздник, поэтому решу попробовать сдать нормативы. Но до финиша дошел на 3000 метров. И слава богу, в следующий раз будем метиться уже на районе Тюба ГТО. Результаты участников будут внесены в федеральную базу данных. Следующие старты уже не за горами. Они пройдут осенью этого года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА